У нас сегодня в гостях Дмитрий Симон, начальник управления систем электронного правительства Министерства цифровых технологий и связи Хабаровского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сайт госуслуги. Я, честно признаюсь, впервые им воспользовался, к сожалению, всего два месяца назад. Надо было получить справку об отсутствии студимости. Я зашел туда, настроенный скептически, вы знаете, я скептик, уверенный, что там потрачу время и ничего не получится. К моему удивлению, все получилось. И потом я получил эту справку в электронном виде. Я пользуюсь уже года четыре, наверное, и мне очень нравится. По-моему, единственная трудность, которая возникла, это прийти и подтвердить свою личность. Это потому что нужно было ногами дойти. Все остальное настолько быстро. Постановка машин на учет, снятие с учета, ну, подачи заявления, естественно. Поэтому достаточно удобно. Сколько сейчас, Дмитрий, услуг можно получить благодаря вот электронному правительству? Если мы говорим конкретно про региональный портал, мы уже четко понимаем, что есть единый портал. На нем федеральные услуги. Это МВД, это ФНС, это ПФР. Если мы говорим про региональный портал, в ГУЗ-услуге, которые услуги 27, на нем на сегодняшний день реализовано около 400 услуг. Из них около 150 – это региональные услуги, это соцподдержка, это региональный контроль, лицензирование, это больше для бизнеса сделано. И около 250 – как раз услуг муниципальных органов власти. Такие услуги тоже довольно… Практически, да, наверное, вот такие? Да, 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 то есть вот что-то вот такое. А принцип такой, что человек вообще никуда не идет. Он может онлайн сделать практически все, даже получить правку. Да, к сожалению, сейчас не совсем все так. Есть понимание, есть четвертый этап, пятый этап. Ну, не буду грузить вас такими техническими сложностями. На сегодняшний день, если человеку все-таки нужно получить справку, для них все заканчивается единичным походом, ну, именно в орган власти. То есть, если человек сидит дома, он может зайти, может подать заявление, ему назначенное время, необходимо будет просто прийти и эту справку забрать. Ну, вот мне пришла по почте в электронном виде. И сказали, что если вдруг не будут принимать в электронном виде… Ну, это государственные услуги, ты, наверное, путаешь их с услугами 27. Это вот все-таки они очень схожи, да, насколько я понимаю. Вот вопрос в том, насколько они интегрированы. Могу ли я с госуслуг, да, федеральных, получить услуги региональные, которые входят в эти услуги 27? Сейчас на данный момент у нас идет такое, так называемое, перемешивание как раз-таки единого портала, регионального портала. У нас сейчас для удобства граждан сделано, что если ты подал заявление на федеральном, ты можешь в региональном личном кабинете уже посмотреть код исполнения, все полностью сделать. У нас есть региональные услуги на федеральном портале, федеральные услуги на региональном портале. То есть мы как раз-таки идем к тому, чтобы человеку было удобно, чтобы ему не надо было вот в две инстанции вот куда-то, чтобы он не понимал, что вот это федеральное, я иду сюда. Ну да, ну вот вы знаете, вот мне, например, как рядовому хабаровчанину было бы удобнее. Например, есть у меня приложение только госуслуги или только вот услуги 27, чтобы и там, и там они были тождественны. То есть чтобы можно было, ведь все равно базы данных, они пересекаются, все равно, я понимаю, что там огромное количество различных нюансов, защиты и так далее, но тем не менее, наверное, это вот та цель, к которой стремитесь, да? Да, конечно. Вот сейчас как раз-таки у нас новый, назовем это тренд, цифровая экономика, и мы сейчас как раз-таки стремимся к тому, чтобы это все объединить, создать единую инфраструктуру, и чтобы прежде всего людям, да, было удобно это все получать. Сейчас вот, возвращаясь к вопросу как раз-таки, то, что за справкой нужно идти и все такое, сейчас у нас следующий этап, это как раз-таки создание некой реестровой модели, чтобы человеку вообще не надо было никуда ходить, а был какой-то юридически значимый реестр, куда бы все справочки вложились, и, соответственно, тем, кому они нужны, оттуда забирались. Я забыл сказать, что наш телефон 456645, если у вас есть какие-нибудь вопросы, звоните, ну, потому что, ну, с непривычки можно запутаться, вот я перепутал два региональных... Ну, они все равно где-то сходятся и где-то расходятся, то есть здесь, понятное дело, что идет движение на встречу друг другу, это, мне кажется, очень важно, но наверняка есть вопросы у наших зрителей в социальных сетях. Знаете, что самое интересное, вопросов нету, все счастливы, то, что появились госуслуги. Я не шучу, да, пишут, госуслуги в самом деле великое благо и огромный шаг вперед. Для многих единственное, вот есть такие недоразумения, что это проблема в тех районах, где, конечно же, проблема просто с интернетом. В больших же городах таких проблем нету, и люди это подчеркивают. Пользуюсь, пишут, как в личных целях, так и по работе, когда как юридическое лицо выступает. Кто-то на днях делал заграничный паспорт, кто-то менял российский паспорт, кто-то там смотрит оценки по ОГЭ и ЕГЭ. В общем, люди довольны. Но единственное, Лена Семенюк написала, что ее раздражает, что регистрируют в ее городе, к сожалению, она не отметила, в каком городе, в порядке добровольно-принудительном. Считает, что кому именно надо, тот сделает, а кому не надо, зачем заставлять людей. Поэтому пишет, что относится к госуслугам с недоверием, и ничего хорошего на данный момент она не нашла. Пишет, что, наверное, когда-нибудь будет пользоваться, но считает, что очень не скоро. А я не понимаю, кому и зачем понадобилось принуждать людей. Ну, может быть, какие-то чиновники решили отчитаться, что вот действительно у нас здесь огромное количество населения занято. Я вот сейчас зашел на сайт услуги 27, вот здесь есть гражданство, то есть, соответственно, можно подавать документы на российское гражданство? Да, да, в том числе. Даже так. Вот, а жилищно-коммунальное хозяйство, это что? Мы объединили специально на сайте для удобства. Ну, жилищно-коммунальное хозяйство там больше, конечно, для коммерции сделано, именно, ну, для коммерческих организаций. Там по жизненным ситуациям разбито, то есть, жилищно-коммунальное хозяйство, лицензирование и все, по блокам. Это только сделано сугубо для удобства. То есть, пока вот квитанции еще посмотреть не получится? Или это закрытая информация, скорее всего? Квитанции, к сожалению, пока что. Ресурсно-наживающие организации у нас до конца года будут реализованы. Они на данный момент не являются ни государственными, ни муниципальными, поэтому с ними очень тяжело. Но у нас вот до конца года большой проект, и с 1 октября у нас при строительстве дома уже можно будет, как юридическим, так и физическим лицом, разумеется, можно будет подать документы на тех присоединения к инженерным сетям, именно по воду в снабжение. Это в рамках пилота с 1 октября. До конца года мы планируем Хабаровский и Комсомольский ресурсно-наживающие организации полностью вывести на портал, там будет единая формочка, можно будет зайти, оформиться, то есть, уже никуда ходить не надо. Это действительно интересно. А можно вернуться к самому началу. Допустим, какой-то человек впервые решил воспользоваться. Во-первых, как ему понять, на какой региональный или государство ему заходить, как проще всего? Тут довольно все просто. Он в любом случае понимает, какую услугу ему нужно получить. Региональный это уровень, то есть, это Министерство социальной защиты, или же это МВД, федеральный ресурс. И в зависимости от этого он уже... Я могу поделиться опытом, я просто забил получить справку об отсутствии судимости в гугле, да? И, собственно, ссылка меня привела именно туда, туда и надо было. Самое простое, да? Ну, а если, например, у меня есть аккаунт в госуслугах, да, я им пользуюсь, ставлю машину на учебную... Да, всех предупредили, надо аккаунт завести. Ну, личный кабинет, да. Действует ли этот же аккаунт для вот госуслуги 27, или нужно действительно заводить второй? Нет, так, у нас в стране так сделано, что у нас есть единая учетная запись, ну, мы ее называем просто, учетка на госуслугах, говорим просто. Эта учетная запись позволяет не только заходить на госуслуги, на услуги 27, если вы переезжаете в другой регион, вы можете по этой же учетке заходить на их региональные порталы. Также этот способ авторизации поддерживают все федеральные, региональные, ведомственные порталы. Ну, я вот помню, что я захожу по электронной почте или по номеру телефона, тут не имеет значения, и тот же самый логин, пароль у меня сохраняется на краевом. Ну, да, я предлагаю все-таки людям объяснить, как зарегистрироваться, потому что, ну, особенно люди пожилые могут испугаться. То есть, насколько я помню, там надо отсканировать паспорт, да? Нет, сканировать паспорт не надо, да. Сканировать паспорт не надо, единственное, что нужно, это либо предварительно зарегистрироваться, а потом прийти в любой центр обслуживания и подтвердить свою учетную запись с паспортом и с НИЛСом. Это нужно для того, чтобы в будущем вы могли в электронной форме полностью подавать заявление, и вам не нужно было никуда приходить, то есть система знает, что вы – это вы действительно. Либо, если у вас вообще нет никакой учетки, ни простой, ни средней, вам нужно сразу подтвердиться, с подтвержденной прийти, вы приходите, ну, так называем, с нуля, и к оператору, оператор вводит все ваши данные, они попадают в систему, вы зарегистрированы, вам приходит пароль. А я могу это сделать в МФЦ? Просто прийти с паспортом и сказать, здравствуйте, вот я хочу на госуслугах зарегистрироваться на услугах 27? Да, вы можете прийти в МФЦ. На территории края у нас всего в целом центров обслуживания свыше 500, насколько я помню. Это органы МВД, это ПФР, это фонд социального страхования, МФЦ и центры соцзащиты населения. Туда, куда ближе, также на портале госуслуг, на федеральном, есть целая карта, вы заходите, там точечками расставлены эти центры обслуживания, вы можете в любой удобный, ближе к вам прийти. Я помню, что регистрировался в правоохранительных органах, но при этом при всем можно чуть ли не на главпочтанке даже это сделать. Да, Почта России у нас также эти услуги оказывает. А вот здесь есть еще такой раздел здравоохранения, можно ли сейчас записываться благодаря услуге 27, там, к врачам, например. Да, это у нас самая популярная услуга на сегодняшний день. Собственно, мне кажется, электронное правительство с этого и начиналось, по-моему, лет 7 назад еще. Да, да, мы прежде всего брали планку такую, что человек не должен выходить из дома для элементарных каких-то вещей. Элементарные вещи, ну, опять же, самые востребованные вещи. У нас первостепенно была запись на прием к врачу, запись ребенка в первый класс. Это реализовывалось... А в школу тоже можно записываться? С этого года мы реализовали, что в школу в первый класс теперь можно записываться. Также можно записываться в случае, если вы переводитесь с другого города, там, ну, вам нужен новый, там, новую школу, там, вплоть до пятого класса. Ну, я думаю, что у многих людей до сих пор скептическое отношение осталось, потому что вот когда заработала электронная очередь, начальный этап, да, часто там были сбои, и люди к нам звонили, жаловали, что они зашли там, невозможно... Но это было на сайте управления образованием, а не на услугах. Но это что, или часть всего этого проекта, да? Да. Это тоже электронная проекта? На самом деле, очень большая архитектура всего вот этого, все, что находится за госуслугами. Там много разных информационных систем, каждый за свое отвечает. Но в целом, на данный момент это все стабилизировано, все работает. Ну, жалобы, да, года 3-4 назад жалобы такие были. Они сыпались и разбирались с каждой конкретной жалобой. Но на сегодняшний день, ну, на моей памяти, честно говоря, даже в этом году... Хороших сисадминов, видимо, просто... Может быть, может быть. У нас телефонный звонок. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вчера случилась такая ситуация, через госуслуги пыталась записать ребенка в 24-ю поликлинику. Но информация по врачам недостоверна, потому что у нас врач находится уже как в госдекретном отпуске. Врач, который принимает его вообще в списке, принимающих педиатров нет, и половина врачей тоже отсутствует. И мне пришлось идти с ребенком с больным в поликлинику и сидеть в очередь ждать. Вот как такие ситуации вообще решаются? Ну, то есть актуализация информации. Я понимаю, что, скорее всего, вы же не можете отслеживать, действительно, какие врачи уволятся, какие нет. Больше к Министерству здравоохранения вопрос. Скорее всего, к конкретной поликлинике, потому что нет. Если нас сейчас видят представители Министерства здравоохранения, обратите внимание. Да, на самом деле ситуация, в точности, как вы ее описали, у Министерства здравоохранения полностью своя система, которая отдает всю информацию к нам на госуслуги. Если там нет свободного времени или если там недостоверная информация, вы всегда можете, во-первых, написать либо на почту, либо позвонить на телефон техподдержки, который указан у нас внизу. И мы с Министерством уже прорабатываем этот вопрос вживую, как-то пытаемся решить вопрос. Если остались проблемы, если что-то там плохо, всегда есть кнопочка «жалоба». Это очень полезная кнопка, мы всегда с радостью на них отвечаем. Вас перенаправят на наш соседний портал, назовем это так, это «Голос-27». Там можно оставить любой вопрос, любую жалобу. Он попадает в соответствующее министерство или ведомство, вплоть до губернатора. И разбираемся мы с ним уже в очень оперативном порядке. А вот, вы знаете, я смотрю, спустился пониже, даже ЗАГС, то есть можно даже заявление о регистрации брака подать. Я вот помню, что раньше были очереди возле ЗАГСа, там не электронная, а бумажная очередь, когда там народ просто пытался прорваться в определенные дни. Сейчас как это работает? Сейчас работает все это просто... Два человека подают все-таки. Да, это наша разработка, которую федеральный уровень перенял себе. Это наша гордость. Я стал первым человеком в свое время, который зарегистрировался на себе, так сказать, использовал. Сначала заходит один человек, он полностью заполняет все данные о себе и вводит с НИЛС своего партнера. Ну, своего человека, с которым будут бракосочетаться. Далее заявка падает ему в личный кабинет в виде черновика, он заполняет данные свои и далее заявка уже улетает. То есть он так вот да сказал и все. Вы знаете, у меня еще один вопрос. Я понимаю, что к этому проекту, видимо, не относятся, но вот несколько лет назад еще была компания по получению единых электронных карт всеми гражданами. И были дархабаровчане, которые по своему желанию их получили, и вроде как никакого толку от них не было. В последнее время проект вообще не слышно. Вы не знаете, что с этим проектом? Знаете, да, проект к госуслугам, ну, имеет очень такое косвенное отношение. Ну, могу сказать, что проект на данный момент заморожен, если не ошибаюсь. Но это федеральный проект. Да, я понимаю. Тут, да, тут, наверное... Вы хотя бы в курсе, он заморожен, да? Он заморожен, да, на данный момент его нет. То есть тот, кто получил электронные единые карты, никакого толку... К сожалению, на данный момент да. Ну, будем надеяться, что все это будет развиваться, тем более сейчас разрабатываются различные варианты нового российского паспорта. Но если продолжать гулять по сайту, вот здесь есть социальное обеспечение. Получается, можно подать заявление на выплаты. А на какие выплаты можно продендовать? На самые разнообразные. Все, на что гражданам положено, какие-то выплаты, ну, это в основном самые востребованные, на самом деле, у нас реализованные вещи. То есть с июля этого года буквально у нас появилась единовременная выплата при рождении первого ребенка. У нас появилась региональная именно выплата, материнский капитал на второго ребенка. Все это можно получить, опять же, не выходя из дома. Если нужно субсидировать оплату за коммунальные услуги. До этого можно, на самом деле, бесконечно продолжать. Это довольно большой блок такой. То есть все, что именно мы делаем по социальному обеспечению, с Министерством соцзащиты мы очень плотно взаимодействуем. И все, что у них вот самое-самое-самое, мы с них очереди очень сильно сняли. А получается так, что если обращаться, например, за материнским капиталом, мы тут, наверное, действительно нужно сканировать документы, там, связи с рождением или номера набирать, а потом уже приходить за сертификатом. Или все в электронном виде, вплоть до дальнейшего оформления сделок по покупке недвижимости? Пока что, как я уже говорил ранее, да, подаем заявку, ждем, когда тебе скажут все, приходи. И, собственно, человек уже приходит, получает вот этот вот материнский капитал. Я думаю, что интернет – это такое бездушное создание. Есть ли у вас на сайте онлайн-консультанты? Потому что, наверное, сложно найти самому какие-то необходимые ссылки. Онлайн-консультанты у нас пока в виде роботов, но на начальном этапе. У нас в мессенджере Телеграм реализован Телеграм-бот. Он может сказать, какой статус у вашего текущего заявления. Он может записать класс к врачу. Может же он помочь найти необходимую ссылку, куда надо пройти на сайте? Вот, к примеру, получить там выплату по материнскому капиталу. Ну, конкретно по материнскому капиталу у нас на стартовой странице все сделано для удобства. Потому что она является очень популярной услугой. А так, на сайте есть поисковик, и этого, в принципе, больше, чем достаточно, чтобы найти услугу, которая нужна. Можно еще раз поделюсь лайфхаком. В поисковике Гугла забейте, вот что вам надо. Там будет ссылка как раз туда, куда вам надо. Ну да, но есть вот номер 8800, это единый номер, да? То есть там тоже есть операторы, которые... Конечно, да. Спасибо огромное. В общем, мы сегодня убились в том, что сайт госуслуги работает и федеральный, и региональный. У нас в гостях был Дмитрий Симон, начальник управления системы электронного правительства, Министерства информационных технологий Края. Мы продолжим сразу после главы. Субтитры сделал DimaTorzok